Будем далее говорить с российским оппозиционным журналистом пан Игорь Яковенко, с дамом на связку. Игорь, здравствуйте, я вас приветствую. Здравствуйте. Как вам версия Института изучения войны о том, что Путин не проводит конференцию в этом году, потому что боится из-за расширения антивоенных настроений, что что-то может пойти не так? Ну, я не очень уверен, что именно такая мотивировка. Я думаю, скорее всего, Путину просто сложно сейчас... Понимаете, там же отменили все. Отменили вот эту большую пресс-конференцию, отменили новогодний прием, так сказать, сливок так называемых российского общества, представителей власти, избранных СМИ и так далее. Ну, то, что он обычно делал в Кремле. До сих пор вроде бы как не решен вопрос с посланием президента федеральному собранию. То есть весь этот комплекс ритуальных мероприятий предновогодних и новогодних, он отменен на сегодняшний момент. И это связано с тем, что все эти мероприятия, они связаны с подведением итогов года и каким-то взглядом в следующий год. И то, и другое для Путина крайне неприятно. Ну, какие подведения итогов года? Что было в году? Опять рассказывать, что он скажет? Опять рассказывать о том, что Россия приросла четырьмя новыми территориями, и Путин — это современный Петр Первый, ну, это, извините, довольно рискованно. Даже для привычной ко всему российской публики, российского медиапространства. Потому что, во-первых, к моменту, когда это действие состоялось бы, то неизвестно, что останется от этих оккупированных территорий. Не исключено, что и те, которые раньше были в 2014 году оккупированы, они к этому времени будут уже украинскими СУА освобождены. Поэтому с чем выходить, непонятно. Со взятым плен енотом — главное достижение, или с убитым министром иностранных дел Белоруссии. Вот, пожалуй, два серьезных успеха, которых добилась российская армия. А все остальное — это сплошной позор, сплошные провалы. То есть провожать 2022 год — это довольно сложно. То есть лучше бы о нем забыть, что его не было. А еще страшнее — это взгляд в 2023 год. Что он готовит? Каким образом, так сказать, о нем говорить? Что там впереди? Вот только что, буквально вчера, значит, «семерка» всерьез начала говорить об ответственности Путина за преступления, совершенные в Украине. И, в общем, впереди в 2023 году маящит не только поражение в войне, но и международный трибунал. И о чем здесь говорить? То есть на самом деле для Путина сегодня подведение итогов и взгляд в следующий год крайне неприятные занятия. Поэтому ему бы, видимо, хотелось этого как-то избежать. Ну или, по крайней мере, там, я не знаю, проконсультироваться, собраться с мыслями, понять, какая риторика здесь возможна, какая уместна. Но пока, в любом случае, я думаю, что Путин сейчас будет держать паузу. Ну и психологическое его, и физическое состояние вызывает вопросы. Я не знаю, я впервые видел Путина пьяным. То есть это на самом деле тоже серьезная история, в каком он состоянии сейчас. Поэтому я думаю, что он сейчас просто имеет такой не вполне товарный вид для того, чтобы встречаться даже со своей лояльной аудиторией. Игорь, ну вы вот вспомнили о том, что послание федеральным сбором, возможно, тоже не будет, но российские пропагандисты заговорили о том, что 27 декабря, возможно, что-то и будет. Хотя Песков очень давно говорит о том, что подготовка идет, и несколько раз даты переносились. А вот эти вот все ритуальные выступления, как вы их назвали, они вот кроме продвижения необходимых Кремлю нарративов. О чем? Кому еще нужны эти месседжи, кроме Кремля? Да. Кому это? Это для обычных граждан или это для тех же федеральных сборов, для губернаторов, не знаю, для чиновников низшего уровня, чтобы понимали, куда движется Россия? Или это вот кроме ритуального значения, как вы сказали, не имеет никакого другого? Ну, прежде всего, само по себе вот это ритуальное значение, оно важно, потому что вся вот эта вот медиаполитическая рать, она нуждается в этом топливе. То есть она нуждается в этой жвачке, которую они будут пережевывать, это все нужно, потому что иначе что они будут? Они же не из себя что-то выдумывают. Если они начинают из себя что-то выдумывать, ну вот даже то, что происходит сейчас, значит, когда не было послания, никуда Путин никого не посылал, и вот эти депутаты и сенаторы, они уже несут всякую околесицу. Там Матвиенко, значит, занимается сбором гармошек и балалаек для сельских клубов. Это, конечно, очень актуально во время войны. Миронов отменяет всеобщую декларацию по праву человека. То есть, ну вот они, предоставленные сами себе, могут действительно до совершенно анекдотов. Ну, собственно говоря, дошли уже до анекдотов. Поэтому их без присмотра оставлять нельзя, без вот этой жвачки напутственной. Поэтому это нужно. И это действительно вот такая вот руководящая, направляющая риторика, в которой вся вот эта вот медиаполитическая рать путинская нуждается. Ну и, кроме всего прочего, периодические появления, так сказать, вождя на людях, оно должно вселять уверенность. Все-таки вот этот фашистский режим, который сложился в России, он носит персоналистский характер. И периодическое появление Путина на людях, оно имеет значение, оно, так сказать, должно, по идее, вселять уверенность, все в порядке. Вождь с нами, солнце на небе, значит, все хорошо. Ну, пока это еще хоть как-то действует, но действует все хуже и хуже. Мы видим, что и пропагандистские каналы, они начинают там основные ток-шоу ненависти, они вылетели из топ-10 российского телевидения. То есть, в общем, это все деградирует очень серьезно. Ну и личностно Путин очень серьезно деградирует. Это одна из причин, почему, в общем-то, ему уже, наверное, самому не хочется появляться на людях. Ну, видите, а новогоднее поздравление? Ну, все равно он должен будет поздравлять свой народ, так сказать. А что бы сейчас, что он может им предложить, и что бы хотели россияне услышать от Путина сейчас? Ну, это два разных вопроса. Я думаю, что новогоднее поздравление там как-то запишут, так сказать, каким-то образом сложат из кусков, Путина усадят, накрасят, намажут, наколят ботоксом еще как следует, и, в общем-то, все будет хорошо. Что он может сказать? Ну, я думаю, что вот эта мантра, что... Ну, я сейчас не собираюсь за него это произносить, но думаю, достаточно очевидно, что, да, у нас был тяжелый год, тяжелые испытания. Россия всегда уже, значит, несколько миллионов лет со времен динозавров, она сражается против всего мира. И вот опять против нас все полчища, так сказать, НАТО, террористы, все против нас, против России, потому что Россия очень хорошая, ее хотят уничтожить. Ну, примерно это... Вот я фактически уверен, что примерно такое будет содержание этой его новогодней речи. Ну, и опять он будет говорить, что, значит, с нами правда, значит, поэтому мы победим. Ну, примерно так. Я думаю, что мало... Слова могут быть немножко другие, но основной смысл будет именно такой. Что же касается, что... Что хочет услышать россияне? Ну, россияне хотят... Для меня совершенно очевидно, россияне хотят услышать что-то успокаивающее, что вообще все будет хорошо. Ну, Путин примерно так и скажет. Все будет хорошо, и поскольку вы все равно умрете от водки, то лучше вы идите умирать на фронт. Вот примерно так вот такое вот умиротворяющее послание, я думаю, что Путин может сделать россиянам. Ну, в целом, мало кто слушает это все. Главное – интонации. Главное – интонации, чтобы интонации были уверенные, голос был такой брутальный, в меру, так сказать, вдохновляющий. Я думаю, что все это произойдет. Так что, я думаю, пока все будет нормально. В 2023 год Путин перевалит. Но вот что дальше, переживет ли он 2023 год, это большой-большой вопрос. Пан Игорь, а вот эти инциденты с российскими истребителями, которые произошли там глубоко в тылу России, Дягилева, Энгельс, Казармы в Брянске, да, там горели, это вообще подогревает, какую реакцию россиян вызывает? Подогревает вот тот нарратив, который пытается продвигать, месседж о народной войне. Готовы это мобилизируют общество или действуют по-другому? Нет, конечно, никакой мобилизации общества это не производит. Во-первых, начнем с того, что об этом очень мало кто знает. То есть я не уверен. Но вот опять-таки в фашистском тоталитарном государстве невозможна опросная социология, поэтому, к сожалению, мы не имеем возможности знать, какое количество людей, какой процент граждан России знает об этом обо всем. Думаю, что небольшой. Потому что вот эти события скрываются. Ну, вернее, не то, что скрываются, они плохо об этом... Они не являются, не находятся в топе новостей. Но и в целом, конечно, именно в том числе поэтому они не производят какого-то серьезного воздействия. Но в любом случае мобилизующего воздействия точно не происходит. Это события, которые, с моей точки зрения, действительно коренным образом меняют ход войны. Я, опять-таки, поскольку не являюсь военным экспертом, а уж тем более не знаю, какое количество там ваш Харьковский завод в состоянии произвести вот этих вот волшебных дронов, которые на тысячу километров или там более чем на тысячу километров могут добивать вглубь на территории России. Но, в принципе, я абсолютно убежден, что украинский военпром в состоянии сейчас произвести достаточное количество этих дронов для того, чтобы они изменили ход войны. Я думаю, что это изменение хода войны. Причем, что принципиально, что Украина, да, действительно, она зависит сейчас от поставок западного вооружения, но прежде всего для того, чтобы уничтожать российско-фашистские войска на территории самой Украины. А что касается ударов по территории, по военным объектам на территории России, очень похоже, что Украина с этим справляется самостоятельно, без Запада. На мой взгляд, это кардинально меняет вообще весь ход войны. И кардинально меняет вообще ситуацию в мире. Украина становится самостоятельным субъектом международной политики, которая, на самом деле, уже сегодня по-новому вписывает себя в европейскую и в мировую конфигурацию. Вы знаете, я как раз вот к тому, о чем вы говорите, на что способен украинский ВМПРО. Ну, пока что мы не знаем, да, что это было, были ли это украинские беспилотники, что там произошло вообще в российских... Господи Бога, извините, пожалуйста, это вы не знаете. Вы, вернее, скажем так, вы прикидываетесь, что не знаете. Ну, сознайтесь. У нас официальная позиция, которой мы придерживаемся. Нет, нет, это я понимаю, я позволю себе иронизировать. Вы обязаны не знать. Но я же гражданин России, я имею право сказать так, как я думаю. Частное мнение, я точно знаю, что это украинские беспилотники. Да, Украина, как всегда, говорит, что россияне много курят. Поэтому вот здесь разница. Извините, что я вас прервал. Смотрите, я как раз хотела вспомнить о том, что о возможностях нашего ВМПРО. Сегодня появилось историческое фото. Я сейчас его выведу на экран, попытаюсь. Друзья, скажите, мы можем... Вот это фото. Это, знаете что, это украинский Нептун, ракета, которая летит на крейсер Москва. Ракета, которая уничтожила крейсер Москва. Сегодня появилось это фото. Подтвердили, что это фото как раз украинской ракеты Нептун, которая и уничтожила крейсер Москва, да, 13 апреля. Так что я думаю, что наш ВМПРО способен очень на многое. Успехов его в этом. Вы знаете, хотела еще спросить у вас, ну вот мы говорим о том, что происходит с военными объектами в России. А что происходит вообще там с цивильными, с гражданскими? Каждый день что-то горит. Торговые центры горят, склады горят. Вот что там сегодня в Питере, да, с утра завод какой-то загорелся. Это совпадение, потому что очень много уже пишут, что торговые центры чуть ли не сами владельцы жгут, чтобы хотя бы страховку получить, потому что они сейчас не приносят прибыли. Есть версия о том, что вообще вот этот вот хаос внутри общества, он выгоден Кремлю в первую очередь, чтобы, ну вот, да, опять-таки мобилизировать немножко и держать в страхе своих подопечных. Что-то из этих версий вам выдаётся правдоподобным? Ну, насчёт того, что это Кремль организует, у меня есть сильные сомнения. Это уж какая-то такая лютая конспирология. Я, ну, с трудом это допускаю. Там всё же очень отдельные истории. Например, вот то, что вы сказали, это в Санкт-Петербурге завод «Звезда». Это военный завод, и здесь мне очень трудно сказать. Опять-таки, ну вот здесь я точно не берусь что-то говорить, поскольку я просто не знаю, насколько в структуре ВСУ делается ставка на диверсионные группы. Если это так, то я думаю, что такая возможность есть, потому что это военный завод, и я думаю, что, может быть, это украинские диверсионные группы действуют. Причём, если это так, то это облегчается тем, что российские спецслужбы, они обладают невероятной коррумпированностью и невероятной импотентностью. Мы помним, как, так сказать, вот эти вот теракты на Дубровке, когда совершенно спокойно террористы передвигались по Москве. Причём, ну, очевидно, что чеченские террористы, они гораздо более уязвимы, узнаваемы. Это люди, которые не очень хорошо говорят по-русски, внешне очень сильно отличаются. Там эти девушки были, так сказать, специфически одеты. И их совершенно спокойно пропускали, они передвигались по Москве совершенно свободно. А уж украинские диверсанты, которые обладают славянской внешностью и неотличимы совершенно внешне от россиян, они могут совершенно свободно совершать свои диверсии на территории военных объектов. Поэтому это может быть, вот как раз в случае с заводом «Звезда», это может быть как раз и такая работа. Опять-таки не знаю. Я не знаю, насколько ВСУ в своей работе делают ставку в том числе на такие вещи. Понятно, что об этом никто не скажет. Опять будут говорить о том, что россияне очень сильно вредят своему здоровью, потому что постоянно курят. Так что касается всего остального, ну, понимаете, в целом обстановка бардака, которая существует в России, она спровоцирована в том числе и огромным оттоком квалифицированных кадров. Несколько миллионов из России уехало таких дееспособных, профессионально подготовленных, неглупых мужчин, которые сбежали от мобилизации, которые сбежали в целом от того, что Россия становится местом всё менее и менее пригодным для проживания. И это не может не приводить к тому, что нарушаются технологические цепочки, нарушается техника безопасности. В целом нарастает хаотизация, в том числе и производство. Отсюда, естественно, возникают и такие вещи, как пожары, взрывы и так далее. Вы знаете, попала сегодня ещё интересная данная о том, что «Антиутопия Орвелла» 1984 стала самой популярной электронной книгой в России в 2022 году. И, знаете, очень интересно, вот прочитали книгу, прочитали «Антиутопия Орвелла», и что? Ну, как бы, что-то изменилось за эти 9 месяцев войны? Потому что, по нашим ощущениям, только ненависть усилилась. То есть вот это вот какое-то, знаете, кровожадное желание, не знаю, уничтожить украинцев, по-моему, оно только наросло и обрело больших масштабов. По вашему мнению, так ли это? Я думаю, что вы ошибаетесь. Я думаю, что просто вот эти вот безумные люди, которые там пишут в социальных сетях, снимают какие-то видео, они просто на поверхности, они более, они известны, понимаете? Достаточно, я помню хорошо, как одна дама, которая ходила по Австрии и, так сказать, приставала к гражданкам Украины, крича там «Россия победит!» и изображая из себя какую-то бешеную патриотку российскую и милитаристку, вот одна эта дама, все время за ней ходили, ее снимали, ее выкладывали, ну, потому что она яркая, она, так сказать, привлекает своим безумием внимание, но на одну такую идиотку приходится тысячи и тысячи разных, ну, в целом, вменяемых людей. Не обязательно противников войны, но, по крайней мере, людей, которые ведут себя иначе. Поэтому это эффект медиа. Я думаю, что это так. В целом, кстати говоря, вот я уже в одной из программ ваших предлагал украинским властям сделать исследование, ведь у вас богатейший материал, у вас огромное количество пленных российских, и в свое время американцы после войны сделали совершенно блестящее исследование, называется «Гарвардский проект», когда они сделали масштабные исследования и получили фантастический результат, они выявили, что такое советский человек. Это было в конце 40-х, в начале 50-х годов. И вот я думаю, что понять в нашей фашистской тоталитарной стране опросной социологии невозможно. Мы не понимаем, что такое сегодня человек путинский. Это отдельное явление. Игорь, я прошу прощения. Дело в том, что мы вот уже две минуты слушаем, как воздушную тревогу. Пока что для нас человек путинский это про воздушную тревогу и о том, что мы вынуждены прерывать эфир, идти в убежище. Вам спасибо огромное. Мы с вами, я просто сразу проанонсирую зрителям. Будем на днях общаться, подбивать эпидсум к ироку. И думаю, что мы сможем шире раскрыть вот как раз всю эту тему и не только. Спасибо вам еще раз большое. Вынуждены прерываться. Благодарю вас. Берегите себя, пожалуйста. Удачи вам. Да, спасибо. Игорь Яковенко, российский оппозиционный журналист.